В Сочи проходит чемпионат России по вольной борьбе. Выступают сегодня и осетинские спортсмены. Сейчас проходят предварительные поединки. Кто уже успел выйти на ковер, знает мой коллега Батрас Илаев. Здравствуйте, коллеги. В эти минуты за моей спиной проходят предварительные поединки чемпионата России по вольной борьбе, в которых принимают участие и наши осетинские спортсмены. Так, чемпион Европы, призер чемпионатов мира Алан Гогаев уже успел одержать свою первую победу на этом чемпионате. Его соперником стал Арби Абакара, представляющий Чувашию. Гогаев заставил своих болельщиков немного понервничать, проигрывая в первом периоде со счетом 2-4. Однако во втором периоде собрался, сконцентрировался и уверенно довел схватку до победы 10-4 итоговый счет. Остальные осетинские борцы тоже начали с побед. Азамат Хадзарага выиграл предварительную схватку весовой категории до 74 килограммов. Владислав Бойцаев, один из лидеров команды, вышел на ковер в гордом одиночестве. Его соперник не появился и ввиду этого Бойцаев получил победу, ввиду неявки соперника. Георгий Гогаев, Джоев и Коциев тоже не подвели. Аслан Газаев пока что проиграл. И рядом со мной сейчас находится главный тренер сборной России по вольной борьбе. Замбулат Ильич Сидеев. Замбулат Ильич, здравствуйте и спасибо за интервью. Скажите, пожалуйста, в каких весах нам стоит ожидать особой напряженности, особого накала? Ну, вес 74 килограммов на сегодняшний день борется чемпион мира двукратный Казим Магомедов. Борется чемпион мира, чемпион Европы Курбан Алиев. Борется Бижоев, призер чемпионата Европы этого года. И наш фаворит, который освобожден от чемпионата России, это Заур Сидак. То есть вес 74 килограмма на сегодняшний день самый сильный вообще считается у нас в России. Потому что борются там три чемпиона мира в этой весовой категории. Чемпионы Европы, призеры Европы. Вот 74 килограмма на самом деле у нас очень сильные. Ну, то, что касается других весовых категорий, ну, если вы в курсе, мы первых номеров освободили, которые боролись на европейских играх, они освобождены. И с учетом того, кто выиграет сейчас чемпионат Европы, мы им дадим шанс, возможно, чтобы они проборолись уже между собой на международном турнире или в Польше, или в Турции. Исходя от этого, кто выиграет, там будем уже принимать решение, кто будет бороться на чемпионаты мира. В этом году чемпионат мира очень особенный. Почему? Потому что это предолимпийский чемпионат мира. Оттуда мы завоевываем уже лицензии к олимпийским играмам. Поэтому для нас этот чемпионат мира очень значимый. Надо там, чтобы все ваши уже числи призеров, чтобы завоевали уже лицензии к олимпийским играмам. Спасибо, Дзамбулат Ильич. Успехов и хорошего чемпионата. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Дзамбулат Ильич Тидеев, главный тренер сборной России по вольной борьбе, был с нами на связи, коллеги. Спасибо, Батрас. Желаем побед нашим спортсменам. А от тебя ждем еще новостей.